Жёлтые ботинки вертикальный слэш «Я был солдатом». На чтение 5 минут просмотров 52 опубликовано 5 февраля 2020 года. Прошлой ночью мне приснилась маленькая ядерная война. И я был солдатом. Правда, почему-то, вопреки реальный вуз, военно-учётной специальности, во сне я служил не в авиации, а в пехоте. Да, собственно, как служил. Был в форме, но без оружия, и точно знаю, что в пехоте. Впрочем, по ситуации, индивидуальное стрелковое оружие и нафиг не нужно было. Мы, несколько бойцов, взвод, не более, были рассредоточены среди суматошной толпы гражданских, мирных соотечественников, бестолково, по-броуновски, носящихся как бы сразу по всей Москве, которая неотвратимо превращалась в развалины. А кругом, взрывы, взрывы, что мы, солдаты, делали, подбирали погибших и раненых, доставляли их в специальный бункер, госпиталь-морк. Военные санитары, бля, главные события происходили в воздухе. В небе то здесь, то там, прямо из ниоткуда появлялись натовские самолёты, тяжёлые, ленивые, похожие на шаттла, бело-сине-красные гигантские жуки. К ним тут же устремлялись шустрые миги. Шаттлы жуки раздражённо огрызались на них смертельными огненными, плевками и прицельно прореживали город под собой ракетами с тактическими боеголовками. Ракеты те, сверхмалой мощности. Одна ракета, один дом. Лишь взрывы их внешне заявляли о ядерности. Небольшие чёрно-красные грибы с расползающимися недалеко от эпицентра кругами ударных волн. Вспышка слева. Пауза, вспышка справа. Передышка. Время от времени на землю валились и подбитые убитые самолёты, ВС и той, и другой стороны. Примерно поровну. И трупов в общей сложности, и с воздуха, и с земли, преимущественно, конечно, с земли, искорёженных, поломанных, порванных, обгоревших было много. Но эти хоть молчали. С ранеными было тяжелее. Вопили и очень не хотели расставаться с частями своих тел. Пахло строительной пылью, весной и гарью. Сослуживца моего зацепила осколком разлетевшегося храма. Неслабо так зацепила. Чуть полбашки не снесло. И вот он лежал, вся рожа в крови, на колючих кирпичах, и уцелевшим своим глазом пялился в безоблачное синее-синее небо, где наши и не наши самолёты виртуозны, исполняли танец смерти. Я, как мог, перевязал пострадавшего. Пойдём, отведу тебя в бункер. Предложил я. Отведу. Это корпоративная вежливость. На самом деле этого подранка можно было только тащить. Плох он был. Ох, плох. Ты бурю в пустыне помнишь? Ответил он. Там у натовцев форменные ботинки, жёлтые были, прикольные. Всегда хотел такие. Я тут сбитых лётчиков их видел, тоже в ботинках. Жёлтых, э-э, брат, подумал я, тебе, видать, не только глаз, ещё и мозг поцарапало. Но вслух сказал, Я тоже видел. Ну и что? Недалеко тут шаттл грохнулся. Не горел почти. Развалился просто. Вот там есть двое, не слишком изуродованные. Достань, а? Неудачная шутка. Не я серьёзно. Он попытался улыбнуться. Можешь считать это последней просьбой умирающего. Слышь, ты, умирающий, хватит туфту пороть. Идём, пока нас тут не накрыло. Да правда, принеси. Тебе жалко, что ли? Ну и как ему объяснить абсурдность его просьбы? Если он и сам-то, насколько я его знаю, был ходячий, теперь вот лежачий абсурд. Попробую соврать во благо. Ладно, но сначала давай в госпиталь. Нифига. Вдруг разозлился он. Без ботинок я. Никуда. Лучше уж добей меня здесь. Дурак какой-то. Я не на шутку испугался. Нахрена тебе чужие ботинки? Тебе врач нужен. А так ты и в своих сдохнешь. Сдохну, согласился он. А тебе такую малость? Трудно? Из его единственного глаза выкатилась крупная, как у ребенка, слеза, прочертила по грязной щеке неровную дорожку. Я вытащил из кармана мятую пачку 21 век, закурил. Вверху, прямо над нами, кружилась ожесточенная схватка, два шаттла, три мига. Наблюдая за ними, я все-таки согласился. Глупо все это, конечно. Ботинки какие-то. Но я тебя понимаю. Приспичит фигня какая-нибудь. У меня тоже бывает. Вроде, казалось бы, ерунда ненужная, а все равно. Хочу, просто не могу. Как? Проявишь силу воли, сам себе откажешь, а потом чувствуешь себя собой уже изнасилованным. Обделенным кроме тебя никому неинтересной мелочью. Тем более обидно. Никому даром не надо, а тебе надо, но нельзя. Ведь от слабости твоей никакого вреда не будет. Какой вред? Условности все. Схожу. Ты держи здесь, под ракеты не лезь, я быстро. Стану ради тебя мародером, слышишь? Он уже не слышал. Умер. Нашел я и принес ему эти чертовы ботинки. Лучше уж поздно, чем никогда. Автор Гном Гном. Спасибо, что дочитали до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репост в свою ленту в соцсетях.